Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Тело мужчины обнаружили сегодня ночью в доме на улице Верхоянской в авиастроительном районе. На лице погибшего синяки и ссадины. Его сожительница рассказала, что мужчину незадолго до смерти жестоко избили, но ехать в больницу он отказался. Ночью ему стало хуже и вскоре человек скончался. В течение двух лет потеряла мама, брата потеряла. И может у меня давно, может 5 лет. Мать погибшего, когда узнала, что потеряла последнего родного человека, долго находилась в шоковом состоянии. С сыном она виделась накануне. Отметили его 37-й день рождения. Ничего не предвещало беды. Она так-то не пьет, она с синейки так не пьет. У них продолжение дня рождения, видимо. Ходили на работу, заработали денежку, жентоники. В доме сын женщины проживал вместе с подругой, а также с товарищем по работе. По предварительным данным, в эту ночь после совместного застолья нетрезвый коллега избил гражданских супругов, после чего сбежал. Она говорит, Сережа, медик тут дерется, меня, короче, ударил. И Артем, говорит, спит пока. Но, говорит, что-то плохо себя чувствует. Я думаю, ну подрались, так уж не такой степень. Для окровавленного мужчины сожительница вызвала скорую, но тот отказался от медицинской помощи, а спустя время перестал подавать признаки жизни. А он где? В коридор лежит, что ли? На диване. На диване? Голова разбита, лицо головного? Все. Губа разбита, все круще. Ну, если кровь изо рта пошла, так может быть он пину, может какой орган там, чего-то садил. Личность товарища, который избил мужчину, уже установлена. Его задержание лишь вопрос времени. Но все же, прежде чем предъявить ему обвинение, следователи дождутся результатов экспертизы, которая установит точные причины смерти. Тело мужчины было обнаружено в одном из боксов гаражного кооператива, расположенного на улице Одорадского. Его нашел знакомый, который проходил мимо и заглянул внутрь гаража. К тому времени человек был уже мертв. По предварительной версии, мужчина погиб в результате несчастного случая. Вероятнее всего, отравился угарным газом. Точнее, о причине смерти можно будет сказать после проведения экспертизы по факту гибели мужчины, начата доследственная проверка. По ее результатам, будет ясно, есть ли повод для возбуждения уголовного дела. Два водителя погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Альметьевском районе республики. Как позже выяснили сотрудники следственной группы МВД, 62-летний водитель бензоноза «Вольво», выезжая со второстепенной дороги, преградил путь седану «Рено Флюенс». Удар пришелся прямо в кабину тягача. Он оказался настолько сокрушительным, что погиб не только мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, но и водитель длинномера. Еще одного человека, пассажира «Рено», с тяжелыми травмами госпитализировали в медсанчасть ОАО «Татнефть» в городе Альметьевске. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Мать ее пятилетний и ребенок пострадали в пожаре, который произошел около пяти часов утра в поселке Юдино. На улице Привокзальной вспыхнула квартира на пятом этаже. В этот момент в ней находились люди. Оба сильно отравились продуктами горения. Женщину сразу увезли в больницу. А мальчик и вовсе первоначально не подавал признаков жизни. Врачам пришлось сначала проводить неотложные реанимационные процедуры. После чего ребенка срочно госпитализировали. Равиль Сайганов с подробностями. У матери, а также ребенка диагностировали тяжелое отравление продуктами горения. Делать прогнозы по поводу дальнейшего состояния их здоровья врачи пока не торопятся. Еще один погорелец, которого из квартиры спасли пожарные, гражданский супруг женщины, он практически не пострадал. Увидев, в каком состоянии находится сын своей сожительницы, мужчина расплакался. Правда, у окружающих его слезы не вызвали никакого сочувствия. Когда автолестницу поставили, он один из первых оттуда сам эвакуировался, забыв про ребенка, забыв про всяких, понимаете. Бодку пить он может, больше ничего. По словам пожарных, мало того, что мужчина первым вылез из горящей квартиры, так еще и не сказал спасателям, что внутри осталась гражданская жена и ее ребенок. А ребенок не получил? Получил. Моя страсть получил подруги, потерял ребенка, что такое. Ой, пьянь, страшная. Ну, дитомские? Пьяньте, все пьяные. Вот под ними соседка живет, она уж, наверное, с год в прошлом году боролась. Кого только не вызывала, да в прокуратуру зашло, меры не приняли. А теперь она тоже отступилась, все. А что зашло, что зашло? Ну, они всю ночь пьют, гуляют, спать не дают. Куда она? Вот. Она сколько лет страдала? Она куда только не обращалась, вот я сама лично с ней разговаривала, я больше не могу. Везде только отталкивали ее. Очередное шумное застолье началось еще вчера. Соседи к пьяным выходкам жильцов привыкли, поэтому и не стали вызывать полицию. Пили, курили, всю ночь бухали, в ларек ходили. За спиртным спать с соседям нашим не давали. Возгорание началось под утро в зале. Загорелся матрас, на котором, вероятно, и спали гражданские супруги. Черни вот за арматуру. Вот арматуру, вот, да. И вытаскиваю, вот. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде. Причина получил различные травмы в аварии, которая произошла минувшим вечером на Мамадышском тракте. В районе поворота в поселок Константиновка автомобиль «Део Нексия» на всем ходу буквально залетел подстоящий УАЗ «Патриот». Для виновника очевидцы сразу вызвали медиков, но от их помощи водитель отказался. Почему на широкой дороге с разделительным бордюром стало, возможно, серьезное ДТП, выясняла наша съемочная группа. Вы почему вскоре-то не поехали, почему отказались? Просто я даже сейчас в самолеты надо ехать, мне надо уже дела там в Москве жить. А в Москву сегодня собирались? Да я буквально на 15 минут заехал в Казань. Покушал в Мантышке и обратно надо было мне в Москву. Человеком договорился о работе, короче, о строительстве. Зашел, договорился, пять минут покушал и все, вот, выехал обратно. Сейчас в Москву не поедем? Поедем теперь? Че, без машины? Поедем. Мужчине в самом деле теперь придется обходиться без машины и без прав. Из-за аварии, в которой пострадали люди, виновника, скорее всего, их лишат. А автомобиль теперь можно будет продать лишь на запчасти. А все потому, что шофер решил устроить гонки с большегрузом. В пяти тонне вот этот грузовик или либо уснул, или либо машина вот так катится сюда на меня. Сжимал, да, короче, вот налево, короче. А я хотел его, блин, обогнать. И че ты делаешь, хотел сказать. А этот зеленый, кто прямо едет, им зеленый горит. А я не знал, что есть дополнительный светофор. Он не горел вообще. Обгоняя по крайней левой полосе грузовик, водитель не обратил внимания на автомобиль УАЗ Патриот. Внедорожник остановился впереди, ожидая зеленого сигнала светофора, чтобы повернуть налево. Мужик раз, поворотник включил, остановился. И я уже, здесь люди уже, скоростью машина едет. И раз, по тормозам дал. Вот так получилось, дорога скользкая. Хотя владелец Некси и отказался ехать в больницу, но медики порекомендовали ему все равно непременно обратиться в травмпункт. Если станет хоть немного хуже. Ведь из-за сильного удара у пострадавшего могут вполне оказаться скрытые повреждения внутренних органов. Совсем новенький частный дом вспыхнул сегодня ранним утром в Приволжском районе на Оренбургском проезде. По словам соседей, хозяева даже не успели до конца перевести все вещи в недавно отстроенный деревянный коттедж. Возгорание, по предварительным данным, началось со второго этажа. Ну и поскольку дом деревянный, пламя довольно быстро охватило его по всей площади. Несмотря на то, что на место для борьбы с огнем прибыло более десятка пожарных расчетов, пламя полностью дом уничтожило. Ликвидацию пожара осложнило еще и то, что рядом с горящим строением не оказалось источников воды. Новенький сруб огонь уничтожил вместе со всей внутренней обстановкой, несмотря на усилия многочисленных пожарных расчетов. Тому способствовало два фактора. Первый – то, что возгорание, судя по всему, обнаружили слишком поздно, ведь хозяев в доме в момент начала пожара не было. А соседи в ранний час встревожились, лишь когда все округу уже заволокло дымом. Я сам от гари проснулся, запах гари почувствовал и решил посмотреть. Здесь получается что, один дом только горит? Ну, один, как видите. Или там пристрой какой-то, баня может? Вряд ли, они одинаковые, по-моему, были. Два домика похожих. Через дом живу, в окно увидел, пламя выше от этого дома поднималось. С кровли было, да, пламя? Ну, скорее всего, да. Либо у них там мансардный этаж, не знаю, ну, второй этаж. Ну, видно как бы даже, вот, очаг где-то там. Где именно первоначально возникло пламя, достоверно установить теперь будет сложно. От новенького сруба мало что осталось. Пожарным удалось лишь не пустить огонь дальше, на другие дома. Этого больше всего боялись соседи. Ведь вторым роковым фактором стало на этом пожаре то, что район, по выражению местных жителей, пороховая бочка. Из-за отсутствия пожарных гидрантов на улице. Гидрант, не знаю, вот мне сейчас позвонил товарищ, он там видел, где рынок, пожарка набирает воду. Гидрантов нет. Колодцы есть водораспределительные, а гидранты в свое время никто ничего не поставил. Живем, как на пороховой бочке. То, что хозяева люди обеспечены, понятно и по характеристике сгоревшего строения, и даже по забору вокруг него. Однако и для состоятельного человека потеря дома стоимостью в несколько миллионов рублей может оказаться неприятным ударом судьбы. Был ли коттедж застрахован, на месте выяснить не удалось. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни. Это для того, чтобы с вами такого не случилось. Это все, я прощаюсь. Сейчас прогноз погоды, затем тема. Алексей Кулешов и его сегодняшние гости. Продолжение следует...